Всем доброе утро! Привет! Знаете, сколько время? 5 утра, да? А, нет, уже полшестого. Время полшестого утра. Мы с Сашей едем в город по делам. Выехали очень рано, но вообще проснулись рано, так как нам надо в 8 утра уже быть в городе, а до города ехать приблизительно 2-2,5 часа. Так что, выдвигаемся в путь. Тяжело, конечно, ну, как сказать, тяжело. Такое пока что состояние вялое, но я на всякий случай взяла себе 2 пледа, один под голову, одним накрываться, и я Саше сказала, если я не выдержу, я пойду на заднее сидение и лягу спать. Он говорит, хорошо, я говорю, только ты не засыпай. Я говорю, я буду засыпать, а ты нет, он говорит, ладно, я постараюсь. В общем, мы едем по делам. Это копылухи, самки-глухаря. Вся дорога в них, да? Да, часть уже улетела. Вообще не боятся машины. Пофиг мороз. Туман вообще такой сильный. Вон еще с краю смотри, не придави. Аккуратно. В сторону машины, блин, идет. Ненормальная. Все улетело. Сейчас ее там придавят. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Не жмут? Мне нравится, да? Потом из одежды. Заходили в ЗОЛО. Наконец-то у нас открыли ЗОЛО. Вот эти вот все месяца, как вот началась эпидемия, все месяца ЗОЛО была закрыта. То есть уже потом, я помню, месяца через полтора-два уже открылись, ну, открылся торговый центр. Уже многие отделы в торговом центре открылись, а ЗОЛО все равно был закрыт. У нас как бы в городе нету никаких таких отделов, там, к примеру, Adidas, Gloria Jeans, там, Enchendem. То есть все-все эти отделы, как бы для нас пока что недоступны. Ну, цивилизация не совсем до нас дошла, но у нас есть КАРИ и ЗОЛО. Ну вот ЗОЛО весь этот период был закрыт. В этот раз приехали в город, и он, наконец-то, открылся. Хотели выбрать Саше джинсы, но, опять же, ни одного размера его не было. Мы уже даже смотрели какие-то вообще, ну, знаете, некрасивые модельки, которые бы, если честно, ну, они прям настолько прям страшненькие были джинсы, если честно. Мы даже уже их смотрели, но даже страшненьких не было Сашиного размера. Все поперемерил, все штаны ему короткие. В общем, так. Что, в итоге, купил он, в ЗОЛО взял себе две кофточки. Опять же, перемерили кучу. Самые большие размеры на нем как балахоны, а чуть меньше размер берешь, все, ему рукава длина короткие. И, блин, ну, короче, вообще очень сложно под его рост, под его, как бы, параметры найти одежду. Ну, я не спорю, не сложно, если ты в каком-то большом цивилизованном городе, где есть куча-куча, говорю, разных отделов, каких только нету, да, там, конечно, не сложно. Когда мы жили в Волгограде, как бы такой проблемы не было, найти ему джинсы или найти ему кофту. Но здесь, когда у тебя ограниченное количество магазинов, очень сложно. В общем, купили ему пару кофточек. Сейчас я вам тоже покажу, вставлю небольшой кусочек. Мы с Сашей зашли в Золо, хотели купить ему джинсы. Мы нашли. 176-182 см, это самый высокий рост. Все, выше 180 см нету. Никаких джинсов, ни светлых, ни темных, никаких. Мы уже, знаете, уже не смотрели, чтобы карманы были косые, уже мы были согласны на любые карманы, на чё, просто нету ростовки. Короче, у меня Саша опять без джинсов. Так, вот кофту меряем. На размер меньше принести? Да? Да? Короче, кофта тоже ему что-то не очень подходит. Вот она, кстати, я. Ну, он там вроде несколько кофточек себе взял. Не знаю, сейчас посмотрю. Может, хоть кофточку себе какую-нибудь новую купит? Ну, как это будет. Угу. Это нормально. Он забрал. Угу. Ты так быстро показываешься? Ну, и, в общем-то, всё. В городе, как бы, произошла у нас, так скажем, потеря-потерь. Сначала были немножко расстроены. Ну, не то, что немножко расстроены. Были, пребывали в небольшом шоке. Что произошло? Мы уже везде всё купили, всё оплатили. Под самый-самый конец, когда уже нам надо было ехать обратно домой, Саша потерял карту. Ну, понятно, да? Банковская карточка, которая с деньгами. Саша её потерял. Казалось бы, ну, что расстраиваться? 21 век. Ну, потерял ты карту, заблокируй. Сходи в банк, скажи, что карта потеряна. Ну, сделайте мне... Перевыпустите мне новую карту. Казалось бы, проблем никаких нету. И оно-то да. Мы, конечно же, её заблокировали. Мы сначала ездили, искали по всем местам, где мы были, в какие магазины заходили. Мы везде и на полу, и везде у продавцов, везде всё спрашивали. Все говорят, нет, никто карту не оставлял. И как бы на тех местах, где мы были, ну, на дороге, там где-то на полу, я не знаю, мы её так и не нашли. Понятно, что мы её сейчас заблокировали. Сейчас Саша поехал в банк, ну, делать, писать заявление, чтобы ему перевыпустили новую карту. Но дело в том, что нам в понедельник ехать делать дела, и нам очень нужны деньги, и сумма нужна немаленькая. Ну, я не знаю, ну, 1080, наверное, нам ещё предстоит потратить. А получается, карта потеряна, понимаете? И такая сумма, ну, когда там, знаете, 50-80 тысяч, её не так легко перезанять. То есть, когда там тебе надо 2-3 тысячи, ты легко можешь там кому-нибудь у знакомых позвонить, сказать, там, займи там 2 тысячи до аванса, и тебе их, ну, как бы знакомые найдут. Но когда тебе надо 50-80 тысяч, это не та сумма, которую так легко занимают. В общем, не знаю, что делать, и переотложить наши дела мы тоже не можем, так как у нас там всё строго по записи. И, в общем, надо сейчас вот за эти выходные, получается, за субботу-воскресенье нам найти где-то деньги, чтобы в понедельник ехать и доделывать наши дела. В общем, как-то так. Ну, конечно, Саша вообще расстроенный. Он, ну, вот вчера он вообще, я не знаю, на нём лица не было от того, что он эту карту потерял. Он говорит, где мы будем искать сейчас деньги, где, блин, нам всё это и это. Я говорю, Саш, не переживай, всё найдём, всё будет хорошо. Ну, старт уже положен, уже назад дороги нету, надо как бы доделать дело до конца. Что за дела, я вам говорила, что расскажу чуть позже, потому что пока что я морально не готова вам всё рассказать. Мне надо собраться морально, духом и всё рассказывать. Просто это будет очень длинное видео. Надо будет, если уже рассказывать, то рассказывать всё по порядку, от начала до конца, через какой путь мы прошли, что мы проделывали и так далее. В общем, потерпите немножко. Я думаю, что в середине октября я вам всё расскажу. Так, далее, что сегодня? Я навела красоту, сейчас пойду смою краску и надо по-быстренькому прибраться в квартире. Саша уже начал собирать люстры. Не знаю, сегодня дособерёт или нет, так как мы открывали прогноз погоды, вроде как завтра, послезавтра, последующие дни будут дожди. Мы бы хотели сегодня ещё успеть в лес за грибами, пока нету дождя. Но вообще, если честно, небо затянуто тучами. Сейчас покажу. Вот видите, такие вот облака, и они, ну, тёмные очень. Такое ощущение, ну что, не знаю, и сегодня будет дождь. Но по прогнозу погоды его нету сегодня. И нам срочно надо сходить в лес, собрать грибы. Перед лесом я бы хотела хоть чуть-чуть навести порядки. У меня в последнее время вообще не было как бы времени на домашние дела. И надо пропылесосить, надо помыть полы, надо протереть пыль. Очень грязно в квартире. Ну, я не знаю, я возьму сейчас, мне просто надо сначала смыть краску, потому что вот это вот, ну, с такой головой я ничего делать не буду. Сейчас, не дай бог, до чего-то докоснусь, что-то испачку обои или что-то. Нафиг надо. Вот. И сходить надо будет в лес. Я не знаю, наверное, люстры тоже пока отложим. В общем, в коридоре Саша уже повесил люстру. Сейчас вам покажу. Вот такая вот в коридоре. Давайте свет выключу, чтобы ее получше было видно. Вот такая вот красота у нас теперь висит в коридоре. В зал Саша собрал, но еще не вешал. Вот у нас. Пока что в зале просто висит лампочка. Сейчас покажу. Он ее убрал, чтобы котейки не разнесли. Вот она люстра в зал. Очень красивая, очень красивая. Смотрится очень стильно вся в этих бриллиантиках. Ну, они свисают ниже над этим стеклом. Смотрится прям вообще классно. Ну, пока она наверху. Не знаю, если сегодня успеем, то сегодня повесим. Просто сейчас в первую очередь это грибы. Ну, и на кухню она еще вообще пока что в разобранном виде. Мы ее еще даже не собирали. Так, пришла мне посылка. Вот такая вот на обзор. Как вы думаете, вот что может быть в такой посылке? Вы не поверите. В такой посылке мне пришел обогреватель. Какой-то там супер современный обогреватель по каким-то новым нанотехнологиям. Ну, такой интересный, конечно. Но я заказала этот обогреватель Саше в этот, в гараж. У них там было тепло и красиво. Сейчас я соберусь, если я сегодня успею навести марафет, как бы надо, чтобы снять этот обзор, надо быть при марафете. Отсниму вам сегодня обзор и не знаю, короче, что-то у меня дофига планов. Самое главное сейчас смыть краску. И, наверное, хватит уже болтать, будем приступать за дела. Все, я смыла краску. Я красотка. Блин, ну, я, походу, не успеваю сделать дома дела. Саша уже приехал с банка, сказал, что карту восстановят в течение 15 дней, так что не так долго. Он нам тут жарит яичницу. Вот Саша у нас тут готовит нам вкуснявый завтрак. Вот, я не знаю, я уже закинула стирку первую постельное белье. У меня еще один комплект постельного белья надо будет постирать. Давайте, наверное, сейчас пока Саша жарит яичницу, я быстренько пропылесошу. И, не знаю, полы, может быть, успею, не успею, наверное, уже не успею. Да, мы сейчас, про Саше говорит, сейчас кушаем. Мы кушаем сразу. Саша говорит, кушаем и едем в лес. Ладно, я пока хотя бы пропылесошу. Продолжение следует... Так, все, я все пропылесосила. Саша за это время приготовил завтрак. Яиченко с колбаской. Нарезал даже нам салатик. Всем приятного аппетита. Саша тут... Всем привет. Все, сейчас быстренько кушаем и выдвигаемся в лес. Все, я загрузила вторую стирку, первую развесила. Я готова, только единственное, что Сашу вызвали на работу. Блин, вот... Ничего не получается. Вечно что-то хочется, ничего не складывается. Какая-то прям черная полоса поперла. В общем, ладно, я позвонила Вике, Вика сказала, что сходит. Сейчас с Викой тогда пойдем, но у Саши не получается. Сашу вызвали на работу. Но ничего, пособираем, пока позволяет погода. Снимать уже, наверное, не буду, как мы собираем грибы, потому что много раз уже снимала, показывала вам, как их мы собираем. Сниму уже итог, что я набрала. Ладно, все, всем до встречи. Мы пришли с леса. В общем, собрали в этот раз очень много грибов. Саша тоже под конец освободился, к нам приехал и тоже ходил еще собирал. Нашли белые грибы, ну и остальное, конечно же, подберезовики, подосиновики. В общем, вот у нас получилось полный таз и еще два пакета. Сейчас нам надо все это перечистить, привести в порядок. Время полвосьмого вечера. Ну, мы выдвинулись, как бы не с утра, но ничего. Сейчас берусь за чистку грибов, поставлю их вариться, посмотрю, если будут на что-то силы. Может быть, еще что-то дома поделаю. Ну, вообще, конечно, если честно, ноги гудят. Ну, да ладно, надо чистить. Кто молодцы? Мы с Сашей молодцы. Смотрите, сколько мы сделали грибочков. Вот это белые грибы отдельно, это маслята, а здесь чисто подосиновики и подберезовики. Короче, вообще супер-пупер. Устали просто пипец. Время – ночь. Пока мы их все перечистили, пока мы их переварили, остудили, прежде чем фасовать. Короче, вообще устали. Чайник поставили, сейчас пьем чай и ложимся спать. Продолжение следует...